Стрим разработчиков, посвященный версии 2.6, закончился. Давай с тобой посмотрим, чего же интересного для нас подготовили разработчики. А перед началом ролика хотел бы вам рассказать про спонсора сегодняшнего видео. Им стал магазин migamshop.ru. В этом магазине ты можешь приобрести разнообразные товары с атрибутикой игры Genshin Impact. Блокнотики, браслеты, разнообразные чашки, а также прекраснейшие арты. Такие вещи хорошо подойдут в подарок твоему любимому другу, который точно так же, как и ты, любит играть в Genshin Impact. Я более чем уверен, что там найдется подарок под любой вкус и цвет. Переходи по ссылке в описании и посмотри, сколько же там всего прикольного и интересного. Большой всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий и Толкенвейд. Да, действительно, это была очень крутая трансляция, и давай с тобой подведем итоги, что же там интересного показали. Начнем, пожалуй, с самого основного. Это те баннеры, которые будут ожидать нас в версии 2.6. Как мы, в принципе, и предполагали, у нас будет один новый баннер. Это баннер Аято и плюс два баннера Рерана, Венти и Аяки. В первой половине обновления нас встретит Аято вместе с Венти, а во второй уже будет подождать нас любимейшая девочка Аяка. Лично для меня это очень приятное действие, потому что я хотел крутить Аяку, и если бы она была вместе с Венти, то тогда в оружейке меня бы подождала Элегия. А тут уже будет какая-то рандомная пятизвездочная пушка вместе с сигной Аяки. Это будет все хорошо. Само собой добавляется специальный клинок. Это клинок сигнатурный под Аято. По характеристикам он достаточно спорный, и кроме как на самого Аято, я подозреваю, не встает. Поэтому выбирай уже сам, нужно тебе крутить его или же не нужно. Если, само собой, соберешься его крутить, то залетай в Дискорд и записывайся на крутки для баннера Аято и Венти. Да, действительно, каждый раз, когда у нас выходит новый баннер, в первый день выхода мы проводим специальный стрим, где всем стримом открываем новый баннер. Уже сейчас можно будет записаться, ссылочка на Дискорд, само собой, есть в описании. Чуть не забыл, конечно же, обязательно введи три промокода на 300 примогемов. Ввести их нужно именно сегодня, иначе уже завтра они не будут работать. Промокоды есть в описании, забирай их просто, вводи на официальном сайте, забирай и радуйся жизни. 300 примогемов на дороге не валяются. Не обошлось, конечно же, без добавления новой локации, и им стал разлом. Разлом это новая локация, которая открывается рядом с Льюэ, и ее особенность заключается в том, что она будет не вертикальной, ну точнее вертикальной она будет, только она будет идти не вверх, а вниз, в глубину. И для того, чтобы там проходить, нам нужно будет прокачивать специальный такой фонарик-кристалл. Что-то наподобие древа в инозуме, морозного древа в драконьем хребте, та же самая механика. Внутри скрывается достаточно много подарков, мора, примогемы, а также, как можно понять, само собой парочку халявных круток, поэтому около десятка там можно будет забрать. Хорошая механика, там будут разнообразные противники нас поджидать, новый босс, куда же не без него. И самое главное, то что та часть Чазма, разлома, которую мы будем видеть сейчас, это только малая его часть. Все остальное будет открываться постепенно в других обновлениях, поэтому следите за всем происходящим. В каждом патче, скорее всего, будет что-то новое открываться. Само собой, нас будут встречать два новых квеста. Первый квест, это само собой будет квест Аята. Мы узнаем немножечко при него. А второй квест уже будет связан с Дайн Слейвом и происходящим в разломе, потому что там происходят очень-очень страшные вещи, и как же без Дайн Слейва там можно поразбираться. Далее нам презентовали два новых набора сета, которые будут как раз-таки выбиваться в разломе. Первый сет очень сильно похож на сет для нашего любимого Сяо. Адепты Сяо влетают в чат. Что дает данный сет? При двух кусках он повышает силу атаки, а на втором бонусе, после того, как использование ульты повышает нашу атаку, а также увеличивает дополнительно еще на 10% каждый раз, когда персонаж теряет ХП. И данный бонус складывается до четырех раз. То есть прям видно то, что это прям вот сет, который работает чисто под Сяо, потому что кроме как Сяо у нас никто не теряет ХП в ультимейтах. Поэтому если вы являетесь адептом Сяо, то новый сет вы скорее всего будете фармить, если вы пока не выбивали хорошие куски, там, рандомные. Второй сет, это уже сет под Аято. Он точно так же на двух кусках повышает силу атаки на 18%. На четырех кусках обычной атаки с 36% шансом активирует эффект. Плюс 70% от атаки к урону обычной атаки. Через 0,05 секунд этот эффект исчезает. Если не удалось активировать шанс активации, эффект следующим подобным возрастает на 20%. Объясняю все это простым языком. Каждый раз, когда мы наносим атаку, у нас появляется шанс нанести дополнительный урон от нашей следующей атаки. И чем чаще мы атакуем, и при этом этот шанс не срабатывает, тем он дальше растет. Ну то есть специально для спама обычными атаками, чтобы наносилось больше всего урона. Да, действительно, это такой вот сетик под Аято. Будут его выбивать или нет, но пока что оба сета такие крайне специфичные. И вот прям вот заморачиваться их выбиванием я бы, наверное, не рекомендовал. Ну, само собой, нам показали новые ивенты, которые будут нас ожидать в обновлении 2.6. Основным ивентом это будет ивент, посвященный тому, что у нас открылась Инадзума, и к нам приезжают разнообразные жители из Манштадта. Там мы узнаем очень много историй самих жителей Инадзумы, будут разные гости, и самое главное, будет нас ожидать разнообразные мини-игры. В первой мини-игре нам нужно будет поиграть наш любимый Tower Mechanicus. Да-да, куда же не без него. Прикольное событие, играем, проходим, замечательно радуемся. Далее нас будет ожидать прикольный спарринг с большим таким самураем. При этом там спарринг будет идти за главного героя, нужно будет парировать атаки, уворачиваться. В общем, достаточно такая интересная механика, по которой мы могли соскучиться. Ну и можно будет еще вырастить небольшой бонзай, высаживать свои цветочки, чтобы все там было красиво росло и благоухавое. Ну и последняя игра, это будет игра с фотографиями. Нам будет давать задание найти каких-то предметов, обихода в Инадзуме. Если вы их находите, просто подбегаете, фотографируете, и в принципе все. Достаточно легкое событие, состоящее из многого других. Будет интересно, конечно же, в нем принимать участие. Посмотрим, чего же там еще могут нам придумать разработчики. Ну а дальше ожидают нас мини-события. Первое мини-событие — это готовка еды. Нам будут давать разнообразные рецепты. Нам просто нужно будет приготовить специи, с этими специями приготовить еду. И этой едой можно будет накормить наших друзей, наших персонажей, которые проживают в чайнике безмятежности. И за счет этого повысить дружбу вместе с ними. Классная штука, потому что для тех, кто качает дружбу, других методов, кроме как просто выполнять дейлики и ставить их в чайники, просто не существует. Хороший метод для того, чтобы прокачать лишний раз дружбу. Далее будет ивент с резонирующими камнями. Для тех, кто помнит, это у нас было событие с алхимией. В принципе, тоже такое. Мы выбиваем два отряда, выбираем специальные бафы для этих отрядов и идем в подземелье. Оба отряда независимы друг от друга. Зачищаем подземелье и зарабатываем очки. В принципе, все достаточно простое событие. И последнее событие будет связано с фотографиями. Нам нужно будет ходить по маншлату, по другим городам и красиво фотографироваться. Очень легкое событие. Забираем свои халявные примагемы. Подводя общее мнение происходящему на стриме. Обновление получилось достаточно интересным за счет того, что нам добавляется целый разлом, который мы будем исследовать. Но в остальном события достаточно такие средненькие. Что-то повторяется, что-то не очень. С этики добавляются странненькие. И поэтому, ну в принципе, да. Я понимаю, что сейчас основная сила разработчиков брошена на Сумеру, чтобы там нам все подготавливали. Поэтому будем ожидать, будем играть, само собой. Куда же не без этого. Ребята, призываю вас подписаться на все остальные соцсети Аркадия. Поверьте, сейчас очень сильно лучше подписываться на Трова, на Дискорд, на Телегу. На ВКонтакте, на Спотифай, на Яндекс.Музыку. Ребят, подпишитесь на максимальное количество соцсетей. Очень большая вероятность то, что у нас все-таки заблокирует YouTube, потому что там сейчас летят нехорошие новости. Поэтому, если вы не хотите потерять контент, связанный с Genshin Impact'ом и мной, то ссылочки для вас, само собой, оставил в описании. Ну вот, в принципе, на сегодня и все. Как тебе новое обновление? Надеюсь, тебе все понравилось. Большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok